Друзья, всех приветствую! С вами Александр Свар, заехал на очередной объект. Как обычно, хочу показать и рассказать, что будет мной здесь производиться. Это очень старый дом, 20-х годов постройки, но здесь была реконструкция, то есть капитальный ремонт дома с заменой всех перекрытий, коммуникаций, окнам. То есть фактически оставались только старые стены, все менялось. Но качество, так скажем, работ, к сожалению, желает лучшего. Как вы видите, у нас двухтурбная система здесь сделана. И вот такие вот выходы. Это под радиаторы. Задача какая? Значит, у нас будет устанавливаться рефары монолит. Вот они лежат. Устанавливаться будет вот в эти ниши. Вот. Здесь очень высокий уровень пола будет подниматься. Если вы посмотрите, есть вот метка карандашом. Вот. Значит, я предложил заказчику такой вариант. Значит, трубу пустить по полу и сделать подвод низ-вниз. Во-первых, ну да, здесь будет в любом случае воздух заказчику самостоятельно придется сбрасывать, так как у него последний этаж и нет выходов под воздушники на чердак. То есть в любом случае делать это придется перед каждым отопительным сезоном. Но зато будет красиво, не будет вот этих загогулин торчащих, да. Сами понимаете, красоты это не прибавляет. Что еще? Значит, на самом деле здесь, кроме этой квартиры, я буду делать также нижнюю квартиру. Вот. То есть поэтому здесь мне придется менять все подводящие коммуникации транзитные. То есть начиная с четвертого этажа. Вот такой у нас красивый вид из окна. Вот. Вот видите, все трубы расположены довольно криво, некрасиво. Все это торчит. Задача облагородить, сделать не только надежно, но и максимально красиво. Так, друзья, давайте спустимся вниз. Сейчас покажу сразу. Я, в принципе, как раз начинал с четвертого этажа. Спустился я, значит, на этаж ниже. Вот как здесь все это выглядит. Начинаю, как я сказал, с четвертого этажа. Здесь вот у меня организована рабочая зона. Здесь открытое пространство. Здесь будут потом возводиться перегородки, делаются полы. Значит, что смотрим здесь? Ну, понятно. То есть нужно будет от пола все это менять. Также выравнивать, крепить новые стоячки везде. И тоже здесь можно было боковой. Но, опять же, я предложил. Мне кажется, это будет самое оптимальное. Тоже попытаюсь, не попытаюсь, а буду делать нижний подвод. Единственное, что тоже придется воздух самостоятельно сбрасывать. Но, уверяю вас, это не критично. Поэтому сбросить один раз в начале отопительного сезона не так сложно. Зато будет минимум труб. То есть трубы будут вертикальные только. И то, я не знаю, возможно, может быть, их даже будут потом зашивать каким-то образом, прятать. Ну, это уже на усмотрение доказчика. Вот такая вот предстоит мне работа. Все нужно было выровнять. Вот видите, стояки прижаты к стенке. Здесь вот отходят от стены. Ну, в общем, радиаторы, кстати, здесь тоже стояли вот такие-то биметаллические. Ну, честно говоря, не могу понять, что за производитель. Ну, не столь важно. В любом случае, как вот они здесь были собраны, видите, на сгонах. То есть, вот такая вот красота в кавычках, да? Вот, в любом случае, это все ужасно и страшно. Ну, что, друзья, также вот видите, реформа на лид подготовлена. Ну, это квартиры, они идентичны, поэтому будут делаться по одной схеме подключения, по одному принципу, так скажем. Ну, все, друзья, пока на этом все. Смотрите продолжение. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok